Путешествие продолжается, города России меняются один за другим И сейчас за моей спиной находится Нижний парк в городе Липецке Город Липецк, откуда возникло такое название? Говорят, существует несколько версий Одна из версий это то, что название города возникло от названия дерева Липа Здесь очень-очень много лип было изначально в стародавние времена И отсюда пошло это название Еще одна версия это то, что есть речка Липовка И от нее пошло название города По самой официальной версии город Липецк Образован в 1703 году Оказывается он ровесник города Санкт-Петербурга И город также образован по указу Петра Первого Но существует еще одна версия Что на самом деле изначально на этом месте Был еще один город Липецк Или Липецкое княжество Которое известно еще в 13 веке Но о нем имеется очень много Вернее, очень мало каких-то событий, ситуаций, известий Поэтому чаще всего все-таки город считается, что образован в 18 веке В Нижнем парке Среди зелени, травы и деревьев Расположены вот такие бочечки Беседки для того, чтобы можно было присесть и отдохнуть В центре столик Сверху от дождя крыша А зелень радует глаз Шумит ветер И мы движемся дальше По городу Липецк В Нижнем парке города Липецка Есть удивительный волшебный пень Об этом нам рассказали местные старожилы Те, которые окружают нас здесь, вокруг, в этом мире, в этой природе Нам рассказали о том, что если вы, устроившись удобно на этом пне Прикоснетесь к нему левой рукой То вам откроется ваше прошлое Вы увидите все свои прошлые жизни И вспомните всех Всех, наверное, нереально вспомнят людей Но хотя бы тех, которые вас сейчас окружают Вы вдруг увидите, как давно вы с ними знакомы И как часто и как много вы встречались с ними в прошлой жизни Если вы хотите узнать Не свое будущее, да, казалось бы, следуя логике Это прошлое, а это будущее Нет Если вы хотите В настоящем моменте Усилить некие свои какие-то желания Цели Тогда ваша задача прикоснуться к правой рукой Правой нашей деятельной рукой Которая активно действует в физическом мире И так мы прикладываем к этому замечательному, волшебному пню Правую руку Прижимаемся к нему ладонью И создаем внутри состояние Того желания Той мечты Которую бы мы хотели, чтобы она исполнилась Она обязательно исполнится Если это состояние возникнет внутри У вас Продолжайте следовать с нами По Нижнему парку Липецка И возможно нам еще откроются Какие-то магические, секретные места Чувствуйте себе то Чего вы желаете И оно обязательно исполнится Только прежде чем чувствовать Подумайте Реально ли вы это хотите Гуляя по Нижнему парку В городе Липецке Если вы устали И вам хочется утолить свою жажду То вы можете Идти в то место Где находится минеральный источник И утолить не только свою жажду Но и напитать свое тело Различными минеральными составляющими Которыми насыщена вода Этого источника Каждый город имеет свой герб И перед нами герб Липецка И перед нами Липа зеленая На золотом фоне Что изначально являлось Гербом города Но В советские времена Герб Липецка Мы видим несколько иначе Почему? Потому что в этом городе Была развита Металлургическая промышленность И на гербе Советских времен Котел С выливающийся Раскаленный Металл Откуда появился Металл Почему так развита Здесь металлургическая промышленность По простой причине Ведь изначально Город был образован Именно потому Что здесь находились Железные Железорудные источники И именно поэтому Петр образовал здесь город Для того Чтобы заниматься Здесь выплавкой Пушек Для государства А вот и те самые пушки Которые выплавлялись На Липских Железноделательных Заводах Построенных По указу Петра Великого Вот такие Пушки У наших Пушки на макушке Лишутра Засветила пушки Почему-то мне пришли На ум Эти строки Вспомнились Петровские Времена Хотя я может быть И не жил Тогда Но они мне Очень близки По духу И мы продолжаем Двигаться Дальше Липецк Май 2015 Перед нами Аллея Быханова сада С правой стороны Цветут Каштаны Буйным Своим цветом Приблизим А с левой стороны На верхушках Елей Обилие Шишек Вот они Такими гроздьями Висят Необычные Извинительно Творение Природы Неожиданно В центре Липецка Налетел Дождь И теперь Непонятно От фонтанов Летят капли Или с неба Хотя небо Остается Голубым С белыми Облаками Но сверху Льет Дождь И вот такие Красивые Фонтаны Есть В Липецке С тыла Очень похожая На Санкт-Петербургские Пушки Которые Выплавляют Местная Промысленность Вдалеке Купола Рама А сверху Бесконечная Небесная Синь Которая Похожа Во всех Городах Потому что Сколько бы не было Городов И как бы Не отличались Их Названия И как бы Не разнились В них люди И их профессии Небо Всегда Остается Одним И небо Ко всем Благосклонно Куда бы Вы не двигались И где бы Вы не жили И что бы Вы не делали В каком статусе Вы не находились В каком настроении С какой эмоцией На каком уровне Развития Небо Это не важно Оно принимает Вас Таким Какой Вы Есть И оно Я уверен На 100% Хочет Чтобы каждый Из нас Чувствовал себя Счастливым 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 Счастливым